Дай почитать. Послушать и рассказать страшилку. Кстати, записывать страшилки на Западе стали лет на 30 раньше, чем у нас. Но это не помешало этому жанру развиваться и покорять миллионы сердец поклонников. Вот и Карина Аракелян, мистический блогер, более пяти лет собирает и рассказывает самые страшные истории на Ютьюбе. Ее ролики смотрят два с половиной миллиона человек. Теперь она написала книгу «Страшные истории». По ее признанию, она с детства увлекается сверхъестественным и даже неоднократно пробовала связываться с загробным миром. Ведя в Ютьюб-канале свою программу, за пять лет она познакомилась со многими подписчиками и в книгу включила свои самые любимые истории. Карина наставит на правдивости и искренности своих историй, которые она записала максимально точно, не скрывая самых жутких и омерзительных деталей. Карина во введении обещает пугающие финалы, непредсказуемость, предупреждает, что некоторые главы похожи на ящик с двойным дном и вообще читать их в попыхах не следует. Чего не отнимешь у автора, так это желание предостеречь юных читателей, не поступать как не надо, не совершать серьезных ошибок. Хотя она твердо уверена, что потусторонний мир дает о себе знать практически каждый день. Итак, читатели ожидают четыре части. Истории про мистические места и все, что в них происходит. Истории о проклятых вещах, истории про мистические события, истории о мистических созданиях. Вот призрак старой библиотеки, заброшенная психбольница, кошмар в квартире, а вот и проклятые вещи, кукла, шкаф, игра, браслет. А вот зеркальный лабиринт, где чуть не сгинула валена мама или черный кот Люцик, без сомнения готовый убить любого человека. Вот жуткий пустующий дом, способный втянуть в себя любого. А вот история о несчастной и неприятной учительнице биологии по прозвищу Пиявка. Ну и жуткая способность Рины видеть призраки. Читаешь Карину о Ракелян и боишься. Поэтому, может, последуем ее совету и займемся настоящим делом. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!